Когда один партнер больше другого практически в два раза, определенный дискомфорт есть. Та же одышка. Муж все время боится. Сейчас сяду на тебя и все, и раздавлю. Я толстая на 117 килограмм. Вот. С этим надо что-то делать. К сожалению, в борьбе с вечным весом я пока проигрываю. Я за свою жизнь, наверное, поправлялась и толстела, и худела. Раз в 7 – это точно. Я очень люблю сладкое. Вот без этого у меня жизнь не мила. Это дискомфорт большой по жизни причиняет. Ты чувствуешь, что ты не добираешь от жизни полноценности какой-то не хватает. Потому что ты не можешь купить вещи, которые тебе нравятся. Ты не можешь поучаствовать в каких-то активных играх с ребенком. Вот те же, вот сейчас был снег, мама, пойдем кататься на горке. А я боюсь, что если я сяду в эти санки, они просто подо мной треснут. У нас, если ты толстый, значит, прямая дорога тебе бабам в цветочек на чехол, в черный с белыми цветами. Ну и мужикам просто черные. Нравилось, когда я была худой, стройной. Мне вот это прям такой кайф доставляло, что я могу пойти, купить себе вещи, что я могу свободно двигаться, подниматься пешком по лестнице, что я сажусь в маршрутке на одно сиденье, а не на полтора, как сейчас. Мы же девочки. Даже если есть семья, все равно хочется, что на тебя смотрели, как на женщину, а не как тетка непонятного возраста в мешке в цветочек. Муж, прости. Постель. Нет, не ухудшилось. Ну, в определенных просто физических, скорее всего, моментах доставляет сложности. Смотрю, вот результат участников. На 45 килограмм похудел человек. Реально, за три месяца на 45 килограмм, 30 тогда я хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова